привет еще разочек всем привет привет всем присоединяющимся подождем пока присоединиться побольше людей и будем сегодня с вами разговаривать на определенную тему сейчас только что у меня была тренировка с моими девушками как всегда полна сил и энергии я с украины а я с россии привет как успехи и вас также с наступающим не очень приятно привет привет обожаю это что именно как ухаживаешь за волосами пожалуйста расскажи на самом деле секрет очень прост различные масла используйте раз в неделю наносите на волосы минут на 30 на 40 кунжутная виноградная оливковая любое очень хорошо помогает привет привет ребята привет я очень рада всех видеть на самом деле жду не дождусь уже нового года сделай серьезное лицо такое пойдет тяжело после тренировки делать серьезное лицо как ты так говоришь привет привет вот так обожаю тебя мне очень приятно спасибо привет из белоруссии привет катечка всем привет фильм ужасов посоветую хороший ой знаете на самом деле я очень боюсь жастики смотреть так как после них спится плохо фантазия хорошая знаете такое бывает давно не смотрела очень и так подождем еще немного и начнем нашу тему привет передаю марине главное чтобы вы веселой был делитесь трансляцией сегодня мы будем с вами разговаривать на определенную тему как скорее похудеть к новому году у нас осталось всего лишь два три дня и вы знаете это на самом деле возможно сделать насколько вот максимально вы постарайтесь привет привет итак начнем нашу тему разговора делимся трансляции если тема интересна если хотите со мной поговорить об этом также после нашей трансляции по завершению я отвечу на интересующие вас вопросы спасибо и вас также с наступающим итак у нас остается всего лишь два-три дня до нового года и нам нужно максимально привести себя в хорошую форму так как диеты очень очень страшны для нашего организма так как они выводят воду мышцы но при этом количество жира не уменьшается да вы можете похудеть на несколько килограмм но далеко не за счет жира и подорвать свое здоровье поэтому мой совет вам за эти три дня точнее два дня которые остались до нового года вы сокращаете количество углеводов едите только на завтрак допустим овсяную кашу сокращаете количество быстрых углеводов до одного фрукта в день также в утреннее время на обед оставляем белок либо бобовые и вечером тоже только белок и в утреннее время обязательно увеличиваем количество жиров это могут быть орехи масло в салат может быть только масло первого холодного отжима и тем самым за два дня вы сможете немножечко немножечко постройнеть так что да бобовый на самом деле можно употреблять даже вечернее время но не позже 7 часов как за три дня сбросить три килограмма внутри килограмма за три дня можно сбросить только с помощью диеты я лично диеты абсолютно не советую как после еще раз напишите не успела есть обязательно надо едим пять раз в день понемногу но сокращать количество углеводов мы можем не более чем на 5 дней иначе это идет отклонение от нормального сбалансированного питания и большой стресс для нашего организма не кушать говорю не кушать нет не есть нельзя иначе ваш жир не будет таять мышцы будут сливаться и вода что в итоге получается получается худое некрасивое непотянутое тело плюс у девушек проблемы с месячными с репродуктивной системой никаких диет я совершенно не советую почему одни парни действительно почему одни парни если тема женская и также за два дня до нового года усиленные тренировки интервальные кардио детись трансляции ставьте лайки если для вас информация полезно подписывайтесь если хотите слушать интересные темы вместе со мной о них разговаривать также интервальное какую около 30 минут завтра и послезавтра минута в быстром темпе минута в среднем темпе минута в быстром темпе минута в среднем темпе это могут быть силовые упражнения это может быть Есть кардиоупражнения интенсивные, такие как бег, прыжки. Зачем ты напрягаешь голосовые связки? Расслабься. Знаете, мне, наверное, голос просто очень поставлен после трех лет фитнеса. И поэтому я уже на автомате разговариваю громко и стараюсь четко. После родов сразу же на 4 килограмма похудела. Ну, после родов это понятное дело. У меня знакомая даже на 17 килограмм за две недели похудела. Чтобы эффективнее было, точно. Знаете, когда голос поставлен, клиенты начинают еще сильнее и усиленнее работать, и качественнее. Как после углеводки потом не набрать жир? Нужно делать все постепенно. Я не говорю полностью исключать углеводы. На завтрак употребляем стандартную порцию. В среднем это 60 грамм крупы в сухом виде. Также простые углеводы в первый перекус. А на обед можем исключить, но не более чем на 5 дней. Не более. Затем вы постепенно набираете, и вы не будете за счет жира поправляться. Все будет нормально. Главное соблюдайте временной интервал. Итак, какие у вас остались вопросы по поводу нашей сегодняшней темы, девушки? Поверьте, за 2-3 дня вы сможете, если хорошо постараетесь, быть еще краше. Что есть на Новый год? Тоже очень интересный вопрос. На Новый год старайтесь выбирать наименее вредное зол. Это продукты, не содержащие майонеза. Это могут быть салаты свежих овощей с маслом. Это может быть мясо. Мясо только вареное или печеное, либо на гриле. Ни в коем случае не жареное. Либо это может быть рыба. До 9 вечера можете себе позволить пару картофелин. Также спокойно. Спокойно. Когда приступим к делу? К какому именно? Сколько воды стоит пить в день? Знаете, это зависит от вашего организма. Совершенно индивидуально. Одним нужно 2 литра, другим достаточно 1,5. Третьим достаточно 1 литра в день. Но если вы регулярно занимаетесь, постарайтесь пить как можно больше. Вы приучите организм пить много жидкости, поверьте. И тогда и кожа будет лучше, и самочувствие будет лучше. Питаясь по режиму 2 грамма белка, 2 углей и 0,5 жира. Что будет, если в Новый год наесться? Если вы съедите лишнего, если вы в хорошей форме, в принципе, ничего страшного не случится. Главное, после этого продолжайте так же сбалансированно питаться. И все будет нормально. Что можно есть до и после тренировки? Смотря какая цель у вас. Мое меню на день. Ну, примерное меню начинаю я, допустим, с какой-либо каши. В течение 30 минут после подъема я употребляю кашу. Еще через 2-3 часа у меня идет первый перекус. Это могут быть орехи с творогом, допустим. Далее у меня обед. Обед может содержать и белки, и сложные углеводы. Допустим, макароны из твердых сортов, шеницы и рыба. Второй перекус 16.00 у меня может быть простой углевод, особенно если вечером тренировка. Может быть фрукт. И вечером, конечно, только белок. Яйца, творог, мясо, рыба, морепродукты. Что вы любите? Покажи тапки свои. Я не знаю, видны ли мои тапки будут. Вот они. Адидас тапки. Тренировок сегодня уже нет, но сегодня я закончила. Итак, кому понравилась тема, кому было полезно, делитесь трансляцией, подписывайтесь. Я обязательно завтра зайду, и мы с вами еще обсудим тему. Вам передает привет наш любимый перчик. Олененок. Вот они какие красивые. Смотрите. Это наш любимый олень. Символ Нового года. Спасибо за лосины. Мне очень приятно. Кому нравится олень, ставим лайки. А это наш перчик классный. Да, перчик обалденный. Такая классная, что ты занимаешься над собой. Ну, примерно 3-4 раза в неделю я занимаюсь усиленно. Все, мне было приятно с вами пообщаться сегодня. Да, Мексика, мексиканцы. Всех с наступающим. Завтра я еще зайду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.